Здарова народ, на связи Влад. И у меня возникли довольно серьезные технические проблемы с видео. Но худо-бедно я продолжаю проходить и записывать Dark Souls 3. В начале были некоторые артефакты на видео, за которые я извиняюсь, но это не самая большая беда. Самая большая беда была в том, что во время этого видео у меня нахорошо крякнулась вся аудиодорожка с моими бесценными комментариями. Поэтому данная серия будет с посткомментированием. Не знаю, лучше от этого, хуже от этого. Да, я знаю, что будет в каждый конкретный момент следующий, но надеюсь это не испортит общего впечатления. Что касается сегодняшних планов, я решил пойти в Цитадель Фарана. Почему я тут сижу в меню? Потому что знаток кристальных чар, костер, это развилка. Оттуда дальше можно пойти в Цитадель Фарана, можно пойти в другую локацию. Которая, на мой взгляд, пока что мне не по зубам на этом персонаже. И вроде как, по задумке авторов, надо идти именно в Цитадель Фарана. Поэтому туда я, собственно, и направляюсь. Цитадель, крайне неприятная локация. Я в этом видео наумираю просто кучу-кучу раз. Я решил это не вырезать. Потому что я хочу, чтобы зрители прочувствовали соль локации. Да, 8 из 10 смертей из-за того, что у меня кривые руки. Но есть и более интересные вещи. Связанные с механикой отдельных врагов. Которые я не могу никак оправдать. Значит, я радовался в одном из предыдущих видео, что болото было не ядовитым. Так вот, здесь болото уже ядовитое. И на этом все беды не заканчиваются. Оно крайне запутанное. И на нем лежит куча довольно полезных вещей. По аналогии с Нижним Блайктауном из Dark Souls 1. И по аналогии же с Нижним Блайктауном. From Software все еще очень любят не членистоногих, а беспозвоночных. Здесь слезняки, в первом дарке пиявки. Тут крабы, в первом дарке жуки какие-то непонятные в Блайктауне. Я нашел лоскут. Вернее, потертую маску. Лоскут, прикрывавший рот владельца. Вероятно, это что-то, что было создано на скорую руку, дабы спасаться от яда. Я не успел сейчас прочитать описание, поэтому по памяти его сказал. Ну да ладно. Я решил, как умный Вася, проходить эту часть локации, держась одной из стен, чтобы не заблудиться. В принципе, решение логичное. И я решил не опасаться яда. Потому что никакого смысла опасаться яда нет. Хочу я того или нет. Я буду постоянно затравлен, просто как сучка. Поэтому я ловлю отравление и спокойно с ним живу. Периодически попиваю эстус и забив на всё. Здесь я решил всё-таки отойти в сторону, раз валяется такой вкусный халявный предмет отдельно. До которого идти совсем недалеко. Продолжаю свой путь вдоль стенки локации. Нахожу здесь каменную парму. Это щит. Щит, позволяющий использовать особые навыки оружия. Итак, круглый каменный щит, которым когда-то владел рыцарь, ставший камнем. Для своего размера обладает внушительной защитой. Но я не успел дочитать. В общем, идея в том, что это, наверное, очень много весит. Логика такая. Потому что, по мне, так это отсылка к первому Драксолсу и к каменным стражам, которые имели очень похожий на этот щит. Единственное, что он был немного зеленоватый из-за того, что зарос мхом. И он имел хороший магический резист и огромный вес в районе 20 единиц. Также требовал каких-то неимоверных статов в районе 40 силы для него, чтобы пользоваться одной рукой. Здесь гнилая смола, которая полезна разве что в ПВП. И здесь Дарк Рейв. И Дарк Рейв, как мы уже знаем, это не очень хорошо. Особенно, когда он пытается использовать свой граб. Мне сейчас просто повезло, что я под него не попал. Меня сейчас спасло, наверное, синее кольцо, которое успело включиться. Решил выйти на сушу. И, собственно, покончить с Дарк Рейвом. Мне дропнулся еще один меч, во-первых. Что довольно редким дропом является. И здесь уголь знатока. Уголь знатока в ключах находится. Влад. Он в ключах. Да, молодец. Так. Уголь для закаливания оружия. Магическое белое пламя этого угля в свое время принадлежало легиону нежити. Передали легиону нежити близнецы, знанных таких кристальных чар. Передайте его кузнецу в храме, чтобы тот мог использовать кристаллические освещенные и глубинные самоцветы для закаливания. Это магический уголь, который будет полезен магическим персонажам. На данном персонаже мне не очень понадобится. А вот это темная метка. Это то, что я не заметил в тот момент, когда она появлялась у меня в инвентаре. Но она появлялась по одной единичке каждый раз, когда я получал халявный уровень у почившего пилигрива. Зачем она нужна, пока не вполне понятно. Ну, описание у нее практически такое, как у темной метки нежити, которая есть со старта. Что вы можете сейчас видеть. И в описании фигурирует слово человечность. Возможно, это как-то связано с той самой человечностью из первого ДС. Я не уверен. И пока я читал описание, яд, к счастью, от меня отвалился. Я чуть не сдох здесь от яда. Но да ладно. Это повезло и ладно. Едем дальше. Дальше продолжение затопленного леса. Либо это изначально было болото, не вполне понятно. И здесь нас ждет, я считаю, что худший враг локации. Совершенно не понимаю, как с этими фавнами, козлолюдами вообще бороться. Вот это был граб, баншотящий практически. Кроме того, они умеют вот такие прыжки. Во время прыжков их ничего не стагерит. И что с ними делать в этот момент, совершенно непонятно. Без щита они убиваются крайне скверно. В дальнейшем большинство смерти у меня будет либо на этих фавных козлолюдах, либо на Дарк Рейфе по пути, собственно, по левому краю локации. После смерти было решено посмотреть, что же с правого края локации. С правого края локации все очень нехорошо. В том плане, что перемещаться здесь можно исключительно перекатами. Из-за того, что глубокая вода. И пока что в игре мной не было найдено кольцо на улучшение перемещения по воде, которое было в первом Дарке. Здесь нельзя нормально... Иметь нормальную динамику персонажа, скажем так. И здесь Василиски. Василиски это старые знакомые, которые были во всех частях игры. Они навешивают проклятие довольно активно, потому что у меня мало резиста к проклятию. Проклятие это вещь довольно жесткая в играх серии Souls. Я не попадал под неё в третьем Дарке. Спойлер небольшой. Но я подозреваю, что здесь тоже мало приятного. Я в курсе, где оно снимается в этой игре. У Юрии, которая пришла на место умершего Ёля как раз. Пилигрима. У неё продаются камни для того, чтобы снять проклятие. Их описание я прочитаю позже. Но в первом Drag Souls было написано, что проклятие снять нельзя. Его можно только перемести на эти специальные камни, которые для того и созданы. Интересно, что будет в этой части написано. Далее я буду довольно уныло ролиться по болоту и убивать Василисков. Основная сложность локации с этой стороны именно в том, что нельзя по нормальному... Скажем так, нет нормальной динамики персонажа из-за этого болота. Это крайне раздражает и убивает кучу времени. В общем, поэтому направо я больше не ходил после того, как сделал здесь всё, что меня интересовало. Василиски сами по себе несложные враги. Они легко стагерятся, у них не то чтобы много ХП. Они предпочитают дышать своим туманом, который накладывает проклятие, нежели кидаться на персонажа, как это было в первом и втором Дарке. Во втором Дарке вообще были абсолютно ужасные атаки у них. Они выучили какой-то безумный кунг-фу и, вращаясь вокруг своей оси, прилетали персонажа, сбивая его с ног гарантированно. Здесь они какие-то менее веселые. Слава иллюзия? Нет, слава не иллюзия. Здесь явно кто-то немного ошибся. Дальше я совершенно не знал, как пройти. Я вижу предмет и я к ним не могу пройти здесь. Хотя визуальный персонаж пролезает и обратно не вылезает. Я надеялся, что это можно сделать здесь, но в итоге всё же пришлось обходить. Как-то я, да, хотел сказать, что не уследил за своим ХП, но нет, уследил. На этот раз уследил. Да. Бывало, что я не услеживал. Это за кадром в основном. Сейчас от меня отвалится яд и снова наберётся, потому что я совершенно ничего не могу сделать, находясь по пояс в этом болоте. Да, снова отравление, снова всё не очень хорошо. И по левому краю я подхожу к какому-то непонятному подъёму, на который я пока что не пойду, потому что мне интересно изучить, что внизу. Чтобы больше не возвращаться к этому отвратительному нижнему болоту, я решил выяснить, что же тут есть в нижнем, в нижнем Блэйд Тауэне, скажем, местном. В нижней цитаделе Фаррена. Ну, Фаррен явно понимал только в возвращениях, если у него такая цитадель с кучей ядовитого болота. Как-то он был немного недальновиден. И да, проклятие у меня с безумной скоростью набирается. Мне было долго лень идти в тот угол, но опыт в этих играх подсказывал мне, что надо туда зайти, и я едва не пропустил душу. Не суперполезно, но две с половиной, по-моему, или две тысячи души будут совсем не лишними впоследствии. Это хорошая душа, за ней можно прогуляться. Наверху видны сейчас предметы. Это та часть локации, в которую я пока не разобрался, как попадают нормальные люди. Поэтому я решил всё-таки побродить здесь, посмотреть, как можно туда забраться. Возможно, я пропускаю какую-нибудь лестницу или тайную. Тайную лестницу! Ну, если вы понимаете, о чём я. Я эквипнул кольцо защиты жизни, потому что... Я помню, что у меня там валяется порядка шести тысяч душ после смерти на фауне козла-люди, или как его ещё обозвать. Я решил, что это хороший план, потому что кольцо стоит пять тысяч душ, валяется там шесть тысяч душ, если сломается кольцо, я потеряю, получается, пять тысяч душ. Но будет возможность подобрать обратно свои души. И как же я был неправ, когда я его надевал? Это такой большой спойлер. Потому что впоследствии я умирал, умирал, умирал на тех самых замечательных врагах, которые есть по левому краю локации. А по правому краю в итоге можно прийти к пещере, в которой находится золотой свиток и сундук. Здесь не видно цепочки этого сундука, поэтому невозможно было определить, мимик ли это. Я решил по нему жахнуть топорищем. Оказалось, что не мимик. Ну и описание предметов найденных. Или только одёжки, я не помню. Платье, созданное по давно ушедшей моде, искусно расшитое, выполненное из шёлка цвета слоновой кости. Оно наделено древней магией. Этот наряд не даёт никакой защиты и никогда не был предназначен для битвы. Старинное платье. Да, если не ошибаюсь, такое же лежало в архиве Герцога в первой части. После того, как подзвучала сирена, там можно было подобрать ключ, подняться обратно и вот это всё. Подобрать там это платье. Дальше я понял, что пришёл в тупик, и мне было крайне интересно, что же, собственно, происходит дальше. Ну, то есть, не совсем в тупик, но это уже не правый край локации. Это я уперся лицом в дальний край локации. Выходит так. Я пытаюсь сориентироваться после выхода из пещеры и, вроде как, выбираю правильное направление. Там вот Мёртвый Василийский, там опять подъём наверх, как я думал. На самом деле, нету там нифига никакого подъёма наверх. И здесь не забраться, хотя я совершил несколько беспочвенных, бесплодных и беспочвенных попыток заскочить таки туда. Думал, пойти наверх или дальше. И решил всё-таки, не помню что, видимо, пойти наверх. И здесь снова козлолюд, который снова начинает творить свою фигню. На этот раз я каким-то чудом абсолютно от него перекатился и смог убить. Мне кажется, эти враги слегка забагованы, потому что, ну, такие прыжки, во время которых их ничем не застагерить, и вообще непонятно, что с ними делать, такого не должно быть просто. И отсюда видно какое-то рогатое страховидло в количестве двух штук, которое шатается по ядовитому болоту туда-сюда. Ага. С ними я в этой серии, к сожалению, встречусь. Один раз, по-моему, но мне этого будет достаточно. Они просто страшно выглядят. Действительно, крепота какая-то, с рогами, в плаще, с каким-то деревом в руках. А здесь внезапно ржавая золотая монета. Предмет, который можно было выбрать в качестве стартового дара. И вроде бы здесь я обобрал всё. Или почти всё. Что можно было. И решил спуститься обратно. Там был какой-то алтарь, на котором горел огонь. Я совершенно зря не использовал его, потому что это то, что здесь нужно делать. К сожалению, я разобрался с этим несколько позже. И мне казалось, что с этой стороны можно всё-таки было подняться на ту тропку с предметами, валяющимися на ней. Оказалось, что нет. Вот эти камни выглядели как вариант подъёма. Но никогда в жизни я так не ошибался. На них можно закатиться, по ним можно бежать. Но ничего хорошего из этого не выходит. Тем не менее, я несколько раз пытался это всё-таки исполнить. Безуспешно. К сожалению. Да, должен сказать, что проходил я это, записывал я это видео в довольно плохом настроении, потому что перед ним я пытался пвпшиться. И я не могу ничего вообще хорошего сказать про пвп в третьем дарке. Я ни разу не нарывался на честных соперников. То есть везде по двое, по трое, везде ганкеры и прочие нехорошие люди. Я уж не говорю про то, что никто мне ручкой помахать не может. Ни о каких честных правилах речи вообще не идёт. Это трое на одного это эти трое ещё и пьют эстус просто так дикие. В общем совершенно не про хорошие вещи пвп третьего дарка на данный момент. Ну да ладно. Это конечно наложило определённый осадок на то, что будет в дальнейшем видео. Сейчас я встретился с замечательным динозавром, который с одного удара практически меня заваншотил. Я хотел свалить, оказалось, что косточки на ходбаре у меня нету. Потом мне показалось, что он сейчас кастанёт свою магию и я не успею. Эстус у меня кончился. В общем пока я пытался заюзать косточку мне прилетели замечательные черепки в спину. Ну вот примерно с этого момента всё и пошло по накатанной. Всё стало очень нехорошо. Ну вот я улитку не могу убить. Не улитку, а слизняка. Где-то в этот момент я решил, что стоит отойти от привычного прохождения вдоль стенки. Тем более, что по правой стенке я прошёл, по левой я прошёл. интересно, что собственно в середине. В середине пиявки хотел сказать, нет, слизни. И предмет, который оказался осколком эстуса полезным. Кроме того, по локации разбросано довольно много осколков титанита. К сожалению, моё мачете уже прокачано до плюс трёх на текущий момент. или будет скоро прокачано. Поэтому они мне не то, чтобы очень нужны. Скорее всего, я, конечно, распробую какое-то другое оружие впоследствии, но пока что нет. И я умер на Дарк Рейфе. Собственно, с этого продолжилась череда удачных заходов. Дарк Рейф там пошёл пиявок убивать. Блин, пиявок слизней. пиявки это в первом Дарк Солс. Теперь я буду раз и так пять умирать по очереди на Дарк Рейфе или на фауне Козлолюди, которые после него. Да, я потрачу на этом уголь. И вообще много чего нехорошего произойдёт в дальнейшем. Дарк Солс это такая игра, в которой если начинает припекать, то лучше не играть. Потому что всякое бывает. Накладываются поверх не очень прямые руки и можно нахватать вообще на ком угодно, чего угодно. Можно в стартовой локации умереть при попытке кого-нибудь отварировать из-за собственного упрямства, как это было в первой серии моего прохождения. на этот раз я справился. Пошёл дальше в надежде не знаю на что. Увидел кучу предметов и я уже побаиваюсь этого козлолюда. Вполне знаю, что с ним делать. Вот и попадаю под граб сходу. Граб это не про хорошие вещи. Мало того, что он сносит 4 пятых жизни, он ещё и баф этого врага. Я не знаю, что даёт баф, но он и без бафа страшный. Этого достаточно, чтобы не попадать под граб. На этот раз мне не удалось. Уголь того. Да. я решил всё-таки, я повторюсь, не вырезать кучу смертей, которые сейчас будут. Потому что в этом собственно вся гадостность этой локации с болотом, с ядом, с моими кривыми руками под Даркрейфом. Я, по-моему, даже под граб попаду на следующем заходе. можно будет увидеть, что делает с персонажем тёмная рука тёмного духа. Да, в общем, это будет такое видео. Не могу сказать, что это хорошая локация, при всём моём уважении к серии и к разработчикам. Мне кажется, что механика с ядовитым болотом им зря понравилась. ещё в демон соус, по-моему, было ядовитое болото огромное. Это не то, что было нужно делать. Решил я здесь подняться наверх, поймал сразу же отравление, нашёл двух фаунов козлолюдов и на удивление, когда они с оружием менее опасны. Это действительно меня удивило. Я ожидал, что с оружием они меня вообще будут разрывать как безумные. Достаточно будет одного прыжка и игра будет в два раза быстрее или ещё что-нибудь дикое, но оказывается нет. Это опять же говорит о том, что у безоружных этих фаунов довольно хреновый геймдизайн. И вот наконец я догадался дойти до этой свечки и потрогать её ладошкой. Действительно, видишь свечку, что с ней ещё сделать? И к моему удивлению запустилась следующая кат-сцена. Я вижу факел, я вижу два факела и тот факел, около которого я гасен. Что же это нам даёт? Где-то убыло, где-то прибыло, это нам даёт плюс один факел перед странными каменными воротами. Показывают нам, куда эти ворота ведутся или по всему. Ведут они к поместью вампиров из третьих героев. по крайней мере очень похоже. Ну, ладно. Мне кажется, что исходя из моего уровня ХП и полоски отравления, во время кат-сцены у меня тикал яд, и вполне можно умереть от этого. Так что нужно быть внимательнее. спустившись я увидел предмет, побежал к предмету, и, как это часто бывает, оказался в окружении врагов. Мне к этому моменту уже поднадоело помирать на ерунде, поэтому я был не очень осторожен. И здесь двурочный меч, описание которого я немного не успел прочитать, потому что мне мешают три этих каких-то ползучих разновидностей фаунов это нехорошо. В основном, потому что я снова в драном отравленном болоте по пояс в воде с фатролом и без щита. В какой-то момент мне пришла в голову мысль взять щит, возможно с ним будет лучше, но видимо не сейчас. Сейчас я решил пойти умереть на Дарк Врейфе, возможно так. У меня богатый выбор был, где тут сдохнуть. Можно было в принципе далеко не ходить и тупо помереть от яда стоя в трех метрах от костра. Ну-ка, будет ли он убит на этот раз. Вот эти отпрыгивания темных духов они довольно сильно раздражают потому что они не парируются да он даже без граба убил на этот раз потому что они не парируются эти отпрыгивания потому что они дамажат потому что они выбивают из баланса и потому что темные духи имеют кучу поезда их никак не застагирить даже двуручные секиры с одного удара в момент их отпрыгивания почему-то у персонажа отпрыгивание с мечом даркрейв не имеет таких замечательных эффектов но все похож в целом на то что творят темные духи но в целом таких читерских отпрыгиваний не появляется и да он тоже быстро бегает по яду по отравленному болоту и на него никаким образом не влияет собственно это болото а вот игра темные руки это на данный момент для меня гарантированный ваншот по-моему даже с заюзанным углем он высасывает просто кучу хп таким образом и восстанавливает их себе вроде так кроме того в первой части этот граб высасывал человечность активную именно съеденную в этой части под углем я еще не попадал под граб и не планирую проверять таким образом лучше почитать википедию насчет того убирает ли он он это граб эффект угля или нет сейчас я просто чудом не попал под граб почему-то решил зайти вот сюда откуда выхода нету абсолютно никакого я не знаю что меня навело на эти мысли но дарк рейв 5 влад 2 где-то так примерно соотношение у нас в дуэли с ним по-моему это не конец снова бежим по отравленному болоту кстати вот эти вот кресты на которых висят какие-то замученные заморенные останки это напомнило мне про врагов на которых я активно умирал в предыдущей локации они называются оборотни на кресте как ни странно почему я о них заговорил потому что это неплохой источник титанита на них можно фармить самый маленький обычный осколок титанита они его дропают не то чтобы гарантированно но с определенным параметром удачи довольно часто ну и на этот раз 5-3 с дарк рейв у меня стала статистика и я подобрал его доспех он его соизволил дропнуть описание доспех темного духа реликвия из маленькой страны некогда попавший под влияние тьмы выглядит так словно в любой момент может рассыпаться на части этот доспех как ни странно имеет статы хуже стартового доспеха наемника но и весит меньше я сначала сильно удивился почему такое дело со статами кроме того исходя из механики брони в третьем дарке не факт что он хуже потому что возможно он процентный урон гасит гораздо лучше когда-нибудь я сделаю видео в котором объясню как работает броня и входящий урон в этой игре но не сейчас да аспект дарк рейфа выглядит примерно так наверное его нужно носить с остальным сетом темного духа чтобы это было весело так фэшн соус какие-то так себе выходит без леггинсов дарк рейфов и перчаток как минимум здесь я пытался не сагрить этого фауны если честно но как видно у меня плохо получилось и на третий прыжок он сносит просто неимоверную тучу хп я не знаю можно ли его в принципе пережить и также я не знаю почему он не стагерится двуручным топором с двух попаданий даже дарк рейф с вагоном поезда выходит из равновесия но вот это вот дрянь либо она так быстро снова обретает баланс обратно либо ей тупо пофигу на топор что скорее всего так и есть и это первый элемент хренового геймдизайна который я вижу в этой игре про этого рогатого врага я ничего хорошего сказать не могу вот как сделан дарк рейф мне нравится например я его попытался здесь не агрить потому что ну сколько уже можно умирать пора и честь знать он решил послушаться меня и стоять где стоит не обращая никакого внимания на пробегающего мину анкинглэтуан я все таки даже с этой стороны сагнул фауна решил что бог с ним совсем раз мне его убить не получается то хотя бы пробегу и возьму предмет предметом оказался осколок титанита и вот он граб вот он ваншот нет не ваншот да ваншот потому что у меня тикал яд и после того как меня отпустил этот фавен яд закончил свое темное дело да потому что это эта локация потому что кругом отравленное болото внешне мне больше нравится стартовый доспех наемника поэтому я решил вернуться к истокам и на этот раз было решено по-моему оббежать все вообще все кроме этих улиток отрывающих от меня куски дарк рейф обошел я как колобок в этой серии от бабушки ушел сейчас буду уходить от дедушки только этот рогатый дедушка по-моему снова на меня сагрится и будет немножко убивать ну и немножко унижать да внезапно мне стало интересно что наверху очень интересно тем более я надеюсь что фаун за мной туда не попрется но он видимо не слышал то о чем я ему говорю и вместо этого решил не только начать скакать но и позвать на помощь в принципе он и сам со мной справился его коллега с саблей не успел до меня добежать что я должен сказать наша песня хороша начинаем снова на этот раз дошло взять щит хотя я не уверен дошло ли до меня взять щит с катаной я подбираю оружие как-то мне не пришло в голову что можно было взять парные кинжалы и активнее перемещаться по этому болоту пришло мне в голову это сейчас во время подкомментирования и наверное в следующем видео я проверю работает ли это дело потому что синюю полоску очков концентрации все равно я использую довольно редко особенно против сложных врагов поэтому почему бы и не поскакать с помощью тинжала в потоке возможно под это дело я даже использую одну из фляг с восстановлением синей полоски но я не уверен как бы ни было парадоксально но темного духа катана работает хуже чем тяжелое медленное двуручное оружие потому что она его не стагерит здесь я выбрал неверный тайминг здесь я выбрал верный тайминг но мне это как-то не очень помогло ну и где-то 4-5 в его пользу по-прежнему соотношение побед он все еще лучше чем я его кунфу лучше попытка номер 4 на этот раз я решил поблокировать этого странного зверя и оказалось он на удивление легко блокируется ну кроме конечно вот этих замечательных прыжков которые у него происходят с скоростью молнии у меня просто камера начинает с ума сходить во время этих его телодвижений начинает она сходить с ума из-за стремительности собственно ну и да естественно ваншок я не понимаю почему прыжок этого фауна быстрее чем удар катаной никогда я этого не пойму это просто 10 из 10 господи 10 из 10 противник в какой-то момент у меня была мысль зафармить полный сет Dark Raid просто потому что он прикольно смотрится и не такой уж тяжелый но я решил отказаться от этой идеи во всяком случае ненавидю да-да вот они эти прыжки и оказалось что их еще и можно бэкстабить но только непонятно после каких именно его атак решил попробовать его закручивать но к сожалению кончился раньше чем у меня что-либо получилось вернее к счастью кончился раньше чем что-либо у меня получилось ненависти моей нет предела в отношении этих врагов да ну и картинка стала заметно хуже я не знаю с чем это связано наверняка с тем что я буквально из могилы вытаскивал это видео отдельно вытаскивал видеоряд отдельно вытаскивал звуковой ряд накладывал это все на что ушло куча времени поэтому есть как есть прошу прощения в общем второй факел готов видно что остался только один где же он находится пока неизвестно зато известно что делать дальше идти видимо по тому самому мосту на котором целых три фауна козлолюда но слава богу все вооруженные за ними виднеется костер их я пытался сагрить по одному но вышло то что вышло дальний третий маг который спамит атаку ядом в принципе сейчас не опасен абсолютно потому что яд на мне уже висит и хуже это не будет пытался забэкстабить этого противника в принципе это должен был быть бэкстаб непонятно почему он у меня не вышло да здесь я его добил просто потому что он раскрывался а катана довольно быстрое оружие вот это вот нехорошо потому что я не знаю что делает маг вблизи и если бы я подошел было бы вероятно что он достал какую-нибудь свою магическую палку и нехило накидал бы меня потому что сам я баланса имею совсем немного и тут он начал издавать странные звуки и лечиться причем лечение у них абсолютно дикое с бэкстаба он решил отхилиться на фулл хп вообще не задумываясь со своим решил я. Пошёл вперёд, увидел ту самую эпичную каменную дверь, которая ведёт к поместью вампиров из третьей части героя. Слева по курсу нашёл козлолюдов, которым совсем не хочется идти. Справа по курсу нашёл слезняка на стене и странную башню, в которой целая куча этих слезней. Решил, что пиромантия будет неплохим вариантом на них. Думаю, что не прогадал. В принципе, они отъезжают с двух катаной. Это относительно удобно. Стенка не отъезжает с двух катаной. Я попробовал вручную к ним туда ворваться. Мало ли что выйдет. И что-то вышло. Но их там оказалось ещё аж 4 штуки. Приятного, конечно, мало, когда куча этих слезней в одном месте собирается. Что-то хорошего от них ждать сложно. И здесь горящий фрагмент кости, который усилил и тестус. Я не помню, использовал я предыдущий. Но есть ещё один. И это, наверное, хорошая новость. Также там видно огромную лестницу высоченную с слезнями, сидящими под ней. Впереди видно ещё слезняков. Впереди виден осколок титанита, лежащий на трупе. И впереди видно страховидлы с рогами, которые спамят самонаводящимися черепками. Я решил, что к страховидлу меня совершенно не тянет. Несмотря на то, что костёр рядом, мне показалось хорошим решением проверить, что же будет наверху лестницы. Наверху длинная лестница. Очень длинная лестница, да. И наверху лестницы костёр. И огромный волк, лежащий рядом с этим костром. Судя по тому, что тут костёр, волк не особо враждебен. С волком внезапно можно молиться, за что появляется возможность вступить в Ковенант, стражей леса Фаррона. А также появляется дополнительный жест. Я решил прочитать. Мне сейчас не прочитать, к сожалению, у меня совсем сложное отношение, скажем так, с качеством при предпросмотре видео, при посткомментировании. Поэтому я просто оставлю это возможность за вами. После прочтения я решил эквипнуть этот предмет. Не знаю, что меня на это подвигло. Пвп достаточно активное сейчас. И меня сразу же призвало в мир кого-то, вторгшегося в леса Фаррона. Да. Кто-то вторгся в леса Фаррона, и я такой на белом коне сейчас пойду воевать и изгонять незваного вторженца. Но нет. Вместо этого я наблюдаю, что здесь с экзайлами борются двое. Я долго думал, быть ли честным и подождать пока собственно они справятся с экзайлами. Но учитывая свой опыт в пвп, я прекрасно понимал, что сейчас будет. И решил сыграть не совсем честно. Тем более, что с одним экзайлом они справились. И вроде как они совершенно не собираются давать мне никакой форы и нападать по одному или даже здороваться. Поэтому я решил немножко с ними повоевать. А никак не мог определиться, кто мне меньше нравится из них. Кроме того, Санбро слегка лагал и вполне понятно было, что с ним делать. Предыдущая атака, которая была тыкающая, должна была быть бэкстабом неожиданно. Вместо этого я поднимаю щит и он меня бьет до того, как подняет щит. Это сетевой код Дарка, да, такое тут есть. Вот это тоже должен был быть бэкстаб, судя по анимации, потому что я не делал тыкающие атаки. Тем временем хост забавляется с экзайлом оставшимся. Я потихоньку справляюсь с анбро, вернее, я бы с ним скорее всего справился с отхилами и с прочим гейством, которые в КВП совершенно не приветствуются. Это тоже должен быть бэкстаб. Но в итоге всё естественно свалится в то, что я буду один против двоих. Да, всё вот это вот. Так оно и происходит обычно. И я решил, если уже заниматься фигнёй, то краб спаси меня и убей злого санбро и хоста. Краб как-то не спешит этого делать, в то же время те, кому я в Торксе, не торопятся меня особо убивать там, где краб. Я решил слегка сменить оружие. Это был ход из серии выпей воду и удиви печень. Потому что ничего абсолютно положительного я от этого не получу, зато может хоть как-то буду удивлять своих соперников. Потому что они совершенно не собираются со мной воевать по одному. Но я уже заслужил, чтобы со мной не воевали честно. Но тем не менее, я уверен, что это ровным счётом ничего бы не изменило. хост тоже двигается рывками. Я не понимаю, что здесь можно вообще ловить с такими сетевыми лагами. Как оказалось, краб непосредственно на меня не агрится. Тем не менее, он может меня дамажить. Вот примерно так. Он меня собственно и добил. Ну, ладно, от краба не обидно помереть. Они убивают всех. После такого замечательного удачного ПВП я решил по-быстрому встать с Анбро обратно, пока меня не закинуло в другой мир. И обойти эту башенку. А башенки внезапно оказывается ящерка. Ящерка дропает Мерцающий Титанит. Ура! Мерцающий Титанит это редкий материал для апгрейда. Он по идее должен быть чуть менее редким, чем Титанитовая пластина. Где-то так, наверное, в игре и сохраняется баланс, но я знаю несколько мест где можно достать Мерцающего Титанита. Правда, до них я пока не добрался в своем прохождении. И внезапно справа от волка находится лифт. лифт. начинает ехать после того, как встал на кнопку. И наверху неожиданно я нахожу вот это. Поклонники первой серии уже узнали, что это за зверь. Он слегка подкис, но мне даже не жалко было использовать у него уголь. Потому что это старый знакомый заблудший демон, он же стрый демон. И эта зверюга хорошо известна своей безумной кривостью из первой части. Я решил убивать его без лока. И к своему удивлению обнаружил, что они наконец-то профиксили его АОЕ при взлете. Наконец-то просто. Джваго дождал этого фикса. Тут лежит уголь, тут лежит его огромный молот, который практически ваншотит меня. Я думал, что умру прямо сейчас. Но нет, сейчас я не умер. Сейчас я немного накидал ему урона под его взлет. И вот сейчас как раз было хорошо видно, что АОЕ не висит в воздухе по полгода. Я могу относительно сразу спокойно подходить и пытаться его ударить. Но я попал под граб. И граб этот ну видимо при каком-то определенном количестве хп не ваншотит. Но это не мой случай. После ваншота он меня еще с этой башней не сбросил. Вторая попытка. В принципе я не ожидал, что я убью его прямо вот так сходу. Но он мне показался сложным при этом. да дамаговый да ваншоты на грабах но он медленный и это в общем-то выручает. Демон я иду к тебе. И снова ем уголь ничего меня жизнь не учит. на этот раз он меня отоварил каким-то ливнем камней спасти и я не уверен что это было. потом он меня задамажил хвостом и не убил внезапно. Потому что медленный и потому что перекат. Это был снова граб. Безопаснее всего держаться у него сзади ждать вот этой атаки от которой теперь можно не опасаться дикого ОЕ который висит по полдня и собственно накидывать ему урон как выяснилось под конец у него могут быть сломаны конечности. На НГ это не принципиально но я так понимаю что если его бить по одной конкретной ноге то она относительно быстро может быть сломана. Да я прямо стою у него в промежности пью эстус и мне на руку. Звуки по нему характерные конечно слышно что он какой-то хрустальный или что-то в этом духе у него могут быть сломаны обе ноги в таком случае он на некоторое время оказывается обездвижен падает на свою пятую точку и не опасен. Итак душа описание души душа заблудшего демона одна из душ пропитанных почему такое плохое качество мощью видимо исследуйте ее чтобы получить множество душ используйте ее чтобы получить множество душ или создать невероятно сильное оружие в общем то что я просчитал оно общее у всех душ из этой души делаются две вещи во первых из нее делается кольцо хавила да здесь есть кольцо хавила или во всяком случае такой же скин и делается пиромантия которая позволяет плеваться камнями и в то время как я показывал описание цепара ко мне вторгся в фиолетовый фантом это просто прекрасно я естественно запметил эту надпись я естественно сразу же завинтал фантома может быть у меня будет нормальная паука хоть раз встретим дарк соулс когда ко мне вторгаются в всяком случае он видимо молится на то что я оказался один без толпы ганкеров и даже вроде как прилично себя ведет жесты приветственные все как надо ну ладно парень может ты адекватен и у нас с тобой любовь получится в плане пвп посмотрим мелкий щит в левой руке сразу же намек что меня будут пытаться парировать как сучку но я не особо планирую давать ему такие возможности на парирование планирую сбрасывать лук чтобы он не смог меня запарировать в момент атаки если она идет под углом парирование не очень прокатывает он использует то что называлось мечом лукотель из мира во втором дарке здесь оно делается из души по моему дерево за тысячу душ транспозиции имеют неплохой скейлинг от декса имеют но все от меча лукотель из второй части и он даже пока не особо хилится что меня уже несказанно радует я думаю господи нормальное пвп но нет после того как я по нему еще раз попал он решил подхилиться ну если он занимается петушней то в общем никто мне не мешает самому взять эстус и считать его эстусы потому что у инвейдеров всего 4 эстуса 2 из них он уже использовал и за 3 из них он уже использовал и за 2 и 3 я его успел наказать в принципе он как-то не рассчитывает тайминги и это пвп должно было закончиться вот здесь но но нет он успел провести свою атаку по мне и как-то я не догадался добить его огненными бомбами потому что сейчас начнется просто шоу со светомузыкой какое-то безумное представление под названием Влад Нубас в пвп потому что парень решил что будет мотать мне нервы и не давать себя убить вот я совершенно не понимаю он даже не пытается никаким образом меня дамажить это просто надежда я не знаю на то что я куда-нибудь спрыгну убьюсь и все на этом кончится или что я считаю что если игрок начинает играть в пвп значит он должен быть готов к тому что он умрет особенно в облике фантома что в этом в принципе такого страшного понимаю в своем мире умереть оставить кучу душ он уехал от меня и почему-то не сработал зог в тот момент когда я повернулся на 180 градусов и отцентровал камеру по направлению движения я нажал лог который должен был залочить фантома и я планировал его долбануть фаерболом пока тот не уехал но все сложилось несколько иначе камера сыграла со мной злую шутку она меня развернула по сути спиной к нему вместо того чтобы залочить и в общем фильм тушами не удался продолжаем кататься на лифте замечательно совершенно вот такое пвп в третьем дарке даже когда оно поначалу выглядит чем-то хорошим все скатывается в унылую беготню от победителя я искренне надеялся что он не спустился вниз и в общем я его случайно заметил за волком мне совсем не хотелось дамажить волка потому что я подозреваю что он страшен поэтому я не дамажил волка и подождал пока выйдет фантом на открытую местность ударом в прыжке мне удалось закончить эту замечательную бойню и пришла пора заканчивать видео потому что уже время я надеюсь что несмотря на все сложности вам все же понравилось это видео спасибо за просмотр на связи был Влад пока